Я хочу одно дело пояснить. Мы находимся в лагере. Ну, лагер там что? Летом только, когда лагер там бывает, как подсобное помещение. Ну, там и кухня. Люди, которые не знают, да что у вас там, это так? То есть у них ничего нет, они не знают. Это даже время, чтобы посмотреть, в других роликах говорится, что там никто не живет, там никто не спит. Это для лагеря, летом, когда дети бывают готовить. И мы сидим, и какой-то день такой, как 27-го, кажется, было, сентября, это местный престольный праздник в городе у нас. И мы сидим за стол, и арбуз. Я говорю, где, откуда, откуда арбуз? Это все снимается. Ну, там это, дали. Вене взяли, купили. Где купили? На дороге. Ни ворот не берут. Почему? Я говорю, у нас в Плотникову купили дорогой арбуз. И вся семья легла. Все оказались в больнице. Вот какое дело. Почему? Там добавляют разные нитраты, отравы. Свою арбузы. Я сказал бабушке еще, батюшке сразу, дали так ешь и не расследовать. Я говорю, наоборот. Если ты знаешь, тогда и расследовать не надо. Тем более, еще там, ядовит, там, уже болеет, а не болеет других. Я сказал. В это время Ирина Устинова приносит, я не знаю, что-то там такое. Пекла пирожные, там, или торт. Видимо, батюшке на день рождения было, осталось. Я это сказал. Напали, вы только сидите, чужое жрете. Ну, там голодные люди-то. Чужого ничего нет. У меня правило. Если мне с чем-то помогли где-то, я обязательно постараюсь выполнить поручение Господне. Никому не оставайтесь должным ничем, кроме взаимной любви. Вот вы приехали, я вас сразу захватил. А кого-то помидоры, там, арбуз. Вы от кого взяли? Я с чем могу им отплатить? Ничем. Я должен только заплатить по цене, как они продают. А у меня денег нет. Я наказал ничего, нигде, ни от кого не принимать без моего разрешения. Говорил? Да. Так, теперь скажи, кто сегодня приходил к вам? Сегодня приходил Степа, но он принес мне сыр, который я купила у Иры. Ну, это дело другое. Да, да. Мы вчера с Володей заказали. И получила его? Да. Вот так. Если заплатила, это они мне против. А то так получилось, что кофе-молоко. Я говорю, да даже считайте, если они узнали и ахнули. Такая дорогая визна, там, чуть несколько раз дороже в Коровье. Батюшка ворот не берет, и я не беру отказы. Просто у нас не было, я не говорю, может быть, оно полезнее, совсем согласен, но не было, и я не хочу. И поэтому я, да, еще на улице был, вижу Степа, пришел, что-то у него в руках. И с чем он ушел? Не нарушайте то, что я сказал. Я его угостила еще. Так, Виталий, сколько килограмм меду купил? Килограмм пятьдесят. Писажите, пятьдесят килограмм. И как он его там в поезде вел, как его сажали, как тащили это. И вот с этим банком и один кто-то ему там, какой-то Артем или кто-то помог. Пожалуйста, покупай настоящий мед. Вот поехали отсюда, так, хрена накопал много. Вот, пожалуйста, это было позапрошлом году, или когда там морковку тут мы копали? Осенью прошлого года он приезжал. Морковки, это намыли мы, и каждому мешок с собой. Солодки я хочу накопать в этом году. Да, солодки, это нужно, это только еще с малой ему доехать туда с лопатой. Да, солодки как-нибудь. Никому не быть должен. Когда ты на этом держишься, у меня правила на все. Вот я проповедую прямо около Кремля в Москве. Храм какой-то есть, не знаю, кажется, по кровати. За Женом, по-моему. А там рядом я вышел, и не на территории храма, а рядом с храмом. Народ выходит, и сразу подходит, а я им проповедую. И одна подошла мне, вторая мне в карман суетит. Я не могу отвлечься-то. Я в дороге. Я посчитал, сколько денег. Правило такое вот, постараться отдать кому-то, добавить свое. Поэтому мне если дали 10 рублей, я 15 должен отдать. Чем больше мне дают, тем беднее я делаюсь. И вся моя жизнь прошла на этом. Поняла? Это правило, которое я ввел. Стараюсь не нарушать, платить ни одну десятину. Чтобы быть благословенному Богу. И вот она подошла, я говорю, она подошла, вот так мне положила деньги. И все, помолитесь, чтобы Хрущев скорее сдох. Я говорю, что с ума баба сошла? Она повернулась и пошла. Что он ей так досадил, не знаю. Конечно, я деньги отдал и молиться не стал. Но когда у меня, сказать, Господь услышал молитву и сделал меня богатым, богатым не деньгами, а книгами. В общей сложности, когда издавали, то обошлось мне это в 55 миллионов рублей. И поэтому, кто мне где помогал, когда, в давнейшие годы, еще я студентом был, учащимся, я постарался всех найти. И в Хабаров заехал, и в Новокузнецке был, и где у меня в тюрьме кто был, всех найти. Кто помогал, какой директор заводов, РТИ Хромов, Анатолий Петрович, его нашел. Но он не берет никак. Я ему книги даю, он деньги. Я говорю, вы мне давали столько у нас сейчас, эти резиновые, в бане, которые, и везде, что есть, шланги какие идут, лодки 4 дал. Это я вам хоть как-то маленько возместить. И вот сообщили, что он умер. Там насоса помогал один. Это какой-то завод там, инструментальный, кажется. Ты куда, возьмешься? Иди, нет. Тебе выйти надо? Нет, нет. Я не понимаю, еще не беспокоишься? Максим посиделил. За семечки. А, ты отпусти его. А, ну, а я думаю, он уходит за семечки. Значит, по дворам не ходить, только к Надежде Васильевне. Тебе нужно было ксеропимец, проси разрешение, мы будем молиться. Да, сегодня у меня день рождения. Ты хорошо поняла? День рождения. Никому. И даже ты думал, а кому-то к батюшке, скажи, я иду к батюшке. Попроси благословения. Я вам называю. У меня была подруга одна близкая. Вот. Тетя Тоня. Антонина Георгиевна. Вот. Она всегда спрашивалась. Беспризорная. Бабушка так вот обратилась, покаялась, прибилась. И так она умирала в нашем доме. Ничем никому не быть должен. Ты это тоже для себя возьми. Конечно, мы не можем тут тысячи детей кормить и прочее. Но каждый год, те годы у меня было со взрослым, и сто восемь, сто девять. Десять лет, это уже считай. Уже тысячу с лишним ртом было. Пятьдесят три процента, интересно, как всегда, было бесплатно. А остальные, которые могут родители, по цене, в четыре раза дешевле, самые дешевые государственные. А нынче вообще, не знаю, что было, было ли не было. У нас все есть. Дело в продуктах. Продукты мне помогают. Это не мои деньги. Так это не ваши. Мне дали это мои уже. Я им распоряжаюсь. Я по штатскому везде ставали деньги, он ходил разбухшие. И тут же все раздавал. Раз мне отдали, я хозяин этим деньгам. Хозяин. Вот так. На будущее, чтобы это имели. Я благодарю. Спаси Христос. А я увидел, что он заходит, и думаю, неужели мы нарушили это. Не под каким видом. Покупать ты хочешь, там продают мед. Он даже не спрашивал, Виталий, купи. Я сказал, где, кто пощел. У него деньги-то были с собой обязательно. И сколько? 50 тысячи заплатил тогда или сколько? Где-то так, да? Правильно. Ну, трехлитровая. Нет, меньше. Трехлитровая банка. Ну, это тысячи заплатила. Николай еще у Шертобитов покупал. Туда в этот бачок пластмассов входит 8 банок. Они по 4,5 килограмма. А у него было 2 банки в Италии. Ну, все понятно. То есть, я даже мало назвал. 50 килограмм это мало. Больше так было. Я как рекламу даю, что он очень честный человек, бывший потеряевский. Потом он там, на улице, был председателем колхоза. Значит, Геннадий Павлович. Он вспоминает, как он был маленький. А моя мама была пщеловод, а его мать, мать его, Ксения Михайловна, с моей Вареей Егоровной. Они работали. И он там был на пащике. Я там кащилин сделал, его кащал. Маленький. Он моложе меня. Он как-то сказал, говорит, тут знакомый есть. Курит, пьет и здоровье. Я на пащике. Все здоровье. Не пью, не кури. Здоровье такое уж откинь. Ну, кому как ответим. Все. Если вам мед нужен здесь, сколько вы будете заказывать их, хоть сколько. Вот так. Все. Спаси Христос. Спасибо. Спасибо.